С каждой минутой подключаются новые участники, поэтому мы ждем буквально пару минут, объявляем трехминутную готовность и после этого начинаем наш вебинар с директором департамента по работе с партнерами. Также с нами сегодня директор IT-департамента Евгений Шумальский и руководитель разработки MLM-софта Егор Егоров. Итак, начну я с подробного описания личного кабинета и пользования всеми функциями. Итак, я сейчас подключу трансляцию рабочего стола и вы мне тоже тогда дайте фидбэк, отзыв, как вам все видно. Да, я вижу Россия, Казахстан, Кыргызстан, Душанбе, Украина, очень много стран сегодня и городов собралось, это хорошо. Я знаю, что у многих возникает много вопросов, причем элементарных, и сейчас мы постараемся все описать, а в конце нашего вебинара вы сможете задать вопросы. Но большая просьба, партнеры, задавайте вопросы технического характера на текущий момент. То есть, что вам непонятно из функционала личного кабинета на этот момент, да, все ваши пожелания, все ваши рекомендации, просьбы, прошу вас отправлять на support.sobakapushmikorp.com. Мы в ближайшее время будем их рассматривать, ну и внедрять. Итак, подключаем рабочий стол, трансляцию рабочего стола моего, и ждет вас сейчас информации, видите ли вы. Пока ее нет, сейчас скажу, когда она появится. Все, отлично, все видно. Вижу ваши отзывы. Супер. Итак, поехали. Прежде всего, давайте начнем с самых первых шагов, да, что интересует новичков и партнеров. Это как зарегистрироваться. Итак, сейчас вы видите, кстати, да, мы обновили картинку, фон нашего личного кабинета. Это Дубай, как вы поняли. Мы вас хотим вдохновить на поездку в эту замечательную страну, этот город, вместе с компанией, отпраздновать первый юбилей компании в этом чудесном месте. Как вам новая картинка? Супер, всем нравится. Ну что ж, а теперь приступим к работе. Итак, первый шаг – это регистрация. Значит, для того, чтобы зарегистрировать партнера, новичка, вам нужно нажать… Есть, существует несколько, во-первых, способов. В первую очередь, это можно сделать на сайте, перейдя по адресу office.pushmecorp.com. Соответственно, выйдет эта страничка, и вы нажмете кнопку «Зарегистрироваться». Вводим в открывшееся поле ID вашего спонсора, ID спонсора человека, который будет регистрироваться. Допустим, вводим ID 2. Нажимаем кнопку «Поиск», и уже выходит информация по спонсору. Ирина Шлотова, в данном случае ID 2, ее e-mail, и мы нажимаем кнопочку «Подтвердить спонсора». Далее мы вводим фамилию. Ну, наберем произвольно. Придумываем себе пароль, который мы обязательно запоминаем сразу же. Хочу вам сразу сказать, что в новом MLM софте пароль не будет приходить на почту. Это сделано в целях безопасности. В любой момент вы можете восстановить ваш пароль. Я далее покажу, как нажав кнопку «Восстановить» или «Recovery». Да, конечно, пароль можно поменять. И в дальнейшем я покажу, как это можно сделать. Я не всегда буду смотреть в чат, поэтому на все вопросы ответим уже сразу после вебинара. Выбираем пол, день рождения. Номер паспорта, в данном случае произвольно. Ваш e-mail. Смотрите, e-mail нужно вводить уникальный. Тот e-mail, который уже имеется в базе данных Push.me, не будет пропущен. Поэтому мы указываем совершенно новый e-mail. Деленая звездочка загорелась, значит он принят. Вводим мобильный. Также обращаю внимание, что мобильный должен быть введен в правильном формате с плюс. И далее уже префикс вашей страны и сам номер. Skype – это необязательная строка. Страна, допустим, Афганистан, столица Кабул. Адрес пока тоже необязательное поле. Дополнительные контакты. А здесь нажимаем в квадратик «Я не робот». Компьютер, система убеждается в том, что вы не бот. И, соответственно, дает вам дальнейшее разрешение на регистрацию. Вы нажимаете кнопочку «Зарегистрироваться». И выходит такое сообщение «Добро пожаловать, регистрация успешна». Так, прошу написать, хорошо ли меня слышно. Периодически я буду вас просить дать мне обратную связь. Все, супер. И нажмите «Для входа в систему». Ну и, соответственно, вы уже вбиваете ваш ID, пароль. Если вы забыли пароль, был вопрос. Вот здесь есть такая ссылка «Забыли пароль». Нажимаем, вводим ваш ID и нажимаем кнопку «Recover». Все, пароль отправлен на вашу почту. Хочу сразу предупредить, что в ближайшие 2-3 дня мы налаживаем систему отправки писем, как приветственных, так и с восстановлением пароля. Поэтому в ближайшее время все письма будут приходить. Пока в ручном режиме по запросу в техподдержку. Если вы забыли ваш пароль, вы можете восстановить его. Но большая просьба все-таки сразу записывать перед регистрацией. Лучше запоминать ваш пароль, чтобы не обращаться лишний раз в эту поддержку. Почту менять не обязательно. Если она у вас уже есть в базе, то ее вам менять не нужно. Итак, теперь я хочу рассказать о реферальных ссылках. Так, реферальные ссылки существуют у нас в нескольких видах. Так, вы сейчас не видите строку браузера. Я вам сейчас поделюсь ей. Вот так. Теперь вы видите браузерную строку. Сейчас должно появиться. Вот, отлично. Итак, реферальная ссылка имеется двух видов. Office.pushmecorp.com Slash На странице регистрации. Итак, пробуем. Office.pushmecorp.com Slash номер ID Как вы видите, при переходе по такой ссылке автоматически заполняется графа спонсора. Уже здесь ничего нельзя сделать. Вот, Ирина Шлотова, Ирина Клеопатра, Gmail.com Спонсор подтвержден. Далее производится регистрация таким же путем, какой мы уже прошли сейчас. Вторая реферальная ссылка, второй тип. Я ее называю информационной. Потому что, прежде чем зарегистрироваться, партнер имеет шанс изучить бизнес-план, изучить сайт компании, а только после этого уже принять решение и зарегистрироваться в компании. Соответственно, pushmecorp.com Slash номер спонсора. Как вы видите, мы переходим на наш замечательный сайт. И у новичка появляется возможность изучить компанию, топ-менеджмент. И всевозможные разделы сайта. В частности, хочу также обратить ваше внимание, где находится бизнес-план. Возможности, бизнес с нами. И вот здесь находится план вознаграждений, который можно скачать, изучить и после этого принять решение. И нажать кнопочку Join. Вся информация была сохранена. Как вы видите, он сразу перешел уже на страничку с заполненной графой спонсора. Все. Ему остается только ввести свои данные. И зарегистрироваться. Так, этот момент вам понятен. С регистрацией все окей. Всем все понятно. Так, жду ваших плюсиков. Так, все отлично, меня слышно. Ну что, теперь давайте зайдем в наш личный кабинет. При первом попадании в ваш личный кабинет, вы уже наверняка сталкивались с этим, вам нужно подтвердить ваши данные. Часть партнеров не смогли найти по причине того, что здесь горит красная звездочка. Неправильно введен формат телефона. Здесь обязательно нужно поставить плюсик. Звездочка стала зеленой. Нажимаем кнопку обновить профиль. Так, на некоторые вопросы буду отвечать по ходу. Меня слышно? Потому что некоторые пишут нет звука. Все отлично. Значит, проверьте ваш компьютер. Как узнать ID после регистрации? Во-первых, вам придет письмо на вашу почту. Во-вторых, да, то есть вы сможете посмотреть ваш ID в вашей почте. Но, как я уже сказал, в ближайшие пару дней буквально мы наладим систему отправки приветственных писем. Соответственно, пока вы можете войти, если вы обратили внимание, вход по e-mail или по ID. Соответственно, вы можете ввести как свой e-mail, так и ID. И ввести пароль, придуманный. Ну что, мы зашли с вами на главную страницу нашего личного кабинета. Давайте начнем тогда с главной страницы и с того, что находится здесь информационного поля. Итак, здесь ваше имя и ваш номер ID. В ближайшие дни, буквально, может быть, даже сегодня, мы добавим возможность смены вашей фотографии, аватарки. Вот на эту шестеренку, если мы нажимаем, мы видим профиль. Соответственно, здесь вы в любой момент можете поменять ваши данные, забить номер паспорта, поменять телефон, страну, адрес и дополнительные контакты. Здесь же будет кнопка «И сменить вашу фотографию». Нажав кнопку «Обновить профиль», конечно же. С правой стороны этого дэшборда вы видите спонсора, его имя, ID, фотографию, почту и телефон. То есть вся необходимая информация по вашему вышестоящему партнеру. Идем дальше. Очень частый вопрос, который возникал от наших партнеров, как делать покупки. Итак, в настоящий момент покупки делать очень просто. Тем, кому есть что купить, смогут купить. Тем, кому купить нечего, соответственно, купить ничего не смогут. К чему я это говорю? Если вы founder, то есть наивысший пакет, то, соответственно, выше пакета вы уже купить не сможете. Поэтому у вас кнопка «Апгрейд» отсутствует. В данном случае Александр имеет пакет «Тимбилдер» и, соответственно, рядом стоит кнопочка «Апгрейд». Все ее видите? Да. Для того, чтобы вам сделать апгрейд или купить вышестоящий пакет, вы нажимаете на кнопку «Апгрейд». Соответственно, выходит поп-ап окошко, в котором вы видите доступные для вас пакеты. Здесь для Александра доступен пакет «Фаундера». То есть срок его апгрейда истек. Соответственно, он может только купить пакет «Фаундер», не сделать апгрейд. Да, хочу предупредить, чтобы ввести вас в заблуждение. Вот эта кнопочка «Апгрейд», мы ее заменим, скорее всего, на кнопочку «Купить», чтобы вы не путались. То есть «Апгрейд» есть у нас апгрейды, а есть пакеты. А здесь будет «Купить». «Купить пакет» либо «Купить апгрейд». В настоящий момент денег на счету нет. Как мы видим, недостаточно средств на счету. Далее, спускаемся ниже. Вы видите очень крупным, набросается в глаза самая необходимая информация, ради которой вы ежедневно заходите в ваши личные кабинеты, посмотреть, сколько же у вас CV скопилось. Итак, здесь вы можете увидеть ваши CV слева и CV справа, а также накопленные юниты. Правее вы можете увидеть все ваши счета. Это комиссионный счет, на который приходят все ваши комиссии, все ваши чейки, зарплаты, бонусы будут отображаться здесь. Баланс – это отдельный счет, с которого можно производить трансферы. Обращаю внимание, что с комиссионного счета трансферы производить нельзя. Для этого нужно сначала перекинуть деньги на баланс, нажав на эту кнопочку. Вы вводите сумму и нажимаете кнопку «Перечислить». Также выводить деньги, естественно, можно будет только с комиссионного счета, нажав на кнопку «Запросить выплату». В данный момент, пока платежная система у нас не введена, это делается вручную. Соответственно, можете запросить выплату и ожидать перечисления. Далее, активационный продуктовый счет и контрактный счет. Этот счет открыт не у всех, только у тех, кто на контрактных условиях с компанией. Те, у кого он есть, они знают. Что делать с контрактным счетом? Контрактный счет – это специальный счет, который открывает компания-партнеру для выделения каких-то особых средств, как то средств на расход офису. Допустим, каждый сити-менеджер имеет контрактный счет, на который ему поступают зарплаты сити-менеджера и деньги на офис. Либо другие преференции. Спускаемся ниже. Так, со счетами у нас все понятно, вопросов нет по ходу. Да, кстати, мы можем сейчас проверить как раз перечисление агенту средств с баланса. Да, мы по многочисленным просьбам ввели кнопочку, точнее, графу «Пароль». Здесь вы должны ввести ваш пароль. Мы отказались от путаницы с финансовыми паролями. Вам теперь не нужно хранить в голове и обычный пароль, и финансовый пароль. Постоянно терять, как показывает практика, и восстанавливать через службу поддержки не придется. Соответственно, вы вводите ваш пароль. Агент поиска по e-mail или по ID. Назначение платежа является необязательной графой, но лучше ее указывать, чтобы вы смогли в любой момент отследить, кому какие переводы и с каким назначением вы отправляли. Далее здесь вводите сумму. Сколько у нас там осталось? Ну, допустим, здесь будет 0,3. И нажимаете «Подтвердить платеж» и кнопочку «Перечислить». Идем далее, ниже. Обращаю ваше внимание на то, что с сегодняшней недели, с сегодняшнего дня и до следующего вторника, как и было обещано промоушеном, продлен на одну неделю «Савич Промо Пак». Да, я вас с этим поздравляю. Здесь же можно будет нажать на кнопку «975 долларов», после чего будет произведено списание с вашего счета. Здесь расписано, какие опции дает этот пакет. 550 CV, 1050 на активационный счет, 50 долларов на продуктовый счет и 3000 юнитов. Отвечаю на вопросы о бизнес-активности. Да. Смотрите, чтобы продлить вашу бизнес-активность, как вы знаете, она есть месячная, а есть годовая. Если ваша активность не заканчивается меньше, чем через месяц, то у вас есть возможность продлить ее на год, нажав кнопочку «600 долларов». Вы подтверждаете ваш платеж и нажимаете кнопку «Выплатить». После чего ваша бизнес-активность продляется на один год и вы можете не беспокоиться о ваших комиссионных. Как купить за 50 долларов? Я уже сказал, что в случае, если ваша активность заканчивается менее, чем через месяц, то здесь же будет кнопочка «На 50 долларов купить на один месяц». Ну, так, звук меня отлично слышно, партнеры? Да, супер, проверяйте звук у себя в компьютерах, пожалуйста. Соответственно, если у вас активность заканчивается более, чем через год, а в данном случае, ну или менее, чем через год, 8 месяцев, то продлевать активность еще на один месяц просто нецелесообразно. Далее, активация личного кабинета. В данном случае она истекает через 2 месяца, вы видите, 2 февраля 2016 года. При, по мере приближения к истечению срока активации личного кабинета, здесь будет появляться кнопочка «Продлить активность личного кабинета». То есть, эта графа в данный момент голубенького цвета, она станет красной, и это будет бросаться вам в глаза. Вы сможете нажать на кнопку и не беспокоиться о том, что ваш личный кабинет будет заблокирован. Как активировать новичка, я расскажу далее, позже. Спускаемся ниже. Здесь вы видите пространство для вашей последней комиссии. Вы можете отследить вашу квалификацию, ваш пакет на момент закрытия последнего периода, дату 8 декабря 2015 года, то есть, сегодня, да, расчет по PSB, по уровням, причем разбитый, с каждого уровня, сколько вы получили. Расчет по TVC, со всех трех бизнес-мест с главного бизнес-центра, CV слева, CV справа и полученный TVC. Бизнес-центр 2 и бизнес-центр 3. То есть, здесь будет вся подробная информация, все цифры по каждому отдельному бизнес-центру. А здесь слева будет TVC общая. И все последующие бонусы, предусмотренные планом вознаграждения компании. Рекрутинговый, президентский, бонус основателя, экстра бонус представительский, бонус на авто, недвижимость, квалификационный и бонус за активность. Да, и того, комиссия будет значиться вот здесь, в заветной циферке. Далее, раздел последней операции. Ну, как вы понимаете, здесь все ваши последние переводы, операции, трансферы, покупки и так далее. Будет все отображаться. Ниже мы можем увидеть последние пять лично приглашенных партнеров. Их фотографии, их имена, их ID. Отсюда же вы можете перейти в вашу генеалогию. Итак, а теперь перейдем к бинару. Предвосхищая ваши вопросы, сразу хочу сказать, что в главной панели рядом с генеалогией появится отдельная кнопочка «Бинар». И вы сможете увидеть ваше бинарное дерево на отдельной странице с несколькими уровнями вниз. Но пока вы видите бинар здесь и только на один уровень. Соответственно, вы видите свои CV, CV ваших людей. И слева вы можете установить стрелочку подписания новичков. Обращаю ваше внимание. Много вопросов задавалось о том, как, в какую сторону поставить новичка. Так вот, стратегия автобинара называется. Здесь вы можете выбрать. Давайте еще раз посмотрим. Авто, левая нога. Левая нога, если мы устанавливаем, то ваш человек подписывается во внешнюю левую ногу. То есть вот сюда. Здесь сейчас показываю. Правая нога, соответственно, в правую внешнюю ногу. Правая внутренняя нога в левом BC. Внутренняя нога. Вот левая BC и правая внутренняя нога. Вот сюда пойдет. Ну и левая внутренняя нога в правом BC. Вот она, левая внутренняя нога. С этим понятно? С расстановкой вопросов нет? Да, кстати, на отдельной страничке бинара будет еще более наглядно все. Тут же будет появляться стрелочка, которая будет указывать направление подписания новичков. Это облегчит ваше визуальное восприятие и понимание. Так, понятно, супер. Идем дальше. Поднимаемся наверх и переходим в следующий раздел «Генеалогия». Итак, мы перешли в генеалогию. Здесь вы видите всех ваших партнеров сверху вниз, начиная с самого последнего, зарегистрированного. Это ваша первая линия. Чтобы посмотреть вторую линию, соответственно, вам нужно нажать на плюсик и раскрыть, посмотреть, кто под кем ниже зарегистрирован. Ваша вторая линия. Для того, чтобы активировать личный кабинет вашего нового партнера, вам нужно его найти в вашей генеалогии, нажать на него. Вот вы можете видеть здесь бизнес-активность, ее сейчас нет. Подписка на личный кабинет есть. Поэтому давайте выберем вот Руслана, у которого нет подписки на личный кабинет. Нажимаем на него, и здесь выходит сообщение, что личный кабинет еще ни разу не был активирован. Нажмите кнопку «Активировать» – 35 долларов. После того, как вы нажали эту кнопочку, на год его личный кабинет активирован. Здесь же вы ниже можете посмотреть бинар. Под этим человеком пока никого нет, но если у него есть сеть, структура и текущий CV, вы можете это все отследить и увидеть. Также здесь доступна информация по бизнес-активности и контактные данные, а также название пакета, который он сейчас имеет. Сейчас кастомер – это значит, что он не имеет пакета, то есть он просто пользователь. С какого счета происходит личная активация? Что вы имеете в виду под личной активацией? У нас есть активация личного кабинета, партнера, вашего новичка, и бизнес-активность. Бизнес-активность вам нужна для получения ваших комиссионных. Бизнес-активность вы можете приобрести, купив продукт, содержащий как минимум 25 CV, либо пакет месячной активности за 50 долларов. Что касается активации личного кабинета, то она производится с активационного счета путем активации из вашей генеалогии, либо отправки средств с вашего баланса на ID этого новичка. Так, офис в Санкт-Петербург, где можно увидеть, от кого пришли деньги. Это все можно увидеть в разделе счета. Итак, с генеалогией сейчас мы закончим. Значит, здесь вы можете увидеть статус, вот в данном случае партнер в СААДАТ, остальные не имеют статуса. Телефон, почту, имеет ли человек бизнес-активность и до какого периода. Имеет ли человек активацию личного кабинета, до какого периода, или же не имеет. Позицию, под которой он находится. RR – это правая внешняя нога. LL – это левая внешняя нога. И так далее. L – левая, R – правая. LL – RR. Я думаю, здесь вы разбегаетесь. LL – внутренняя, LL – внешняя. И количество CV слева и CV справа у каждого человека. Идем дальше в раздел счета. Здесь вы видите четыре счета текущих. Это баланс, комиссионный счет, продуктовый и активационный счет. Давайте зайдем в баланс. Итак, балансный отчет. Первая колонка – дата, когда была совершена транзакция, назначение платежа, агент, с которого был произведен трансфер, и сумма. Если с минусом – это списание, если без минуса – это поступление. Логично. И после операции, какая сумма осталась на вашем балансе. Был вопрос 50, 100, 200. Что это? Это уровень отображения, то есть по количеству строк. 50 строк показать, 100, 200. Если вы будете очень активно пользоваться, то вам понадобится. Так, со счетами вопросов нет. Если есть, то напишите прямо сейчас и пойдем дальше. Детализацию счета за прошлый период. Да, ее можно посмотреть вот здесь, в предыдущей неделе. Либо же вы можете установить вот здесь дату, начиная с 8 декабря, к примеру, в будущем, по 30 декабря, и кнопочка «Фильтровать». В скобках номер операции. Да, в скобках – это не номер ID, это номер операции, не путайте. То есть вот эта колонка, она вам особо не нужна. Это будет информационного технического характера, когда была совершена транзакция и номер транзакции. Номер же ID указан вот здесь, с решеточкой. System – это значит, что деньги пришли от компании, это были выплаты по Piero Promopack. Итак, возвращаемся на главную. Вопросов нет, да? Как переводить деньги с контрактного счета? С контрактного счета деньги можно переводить, как вы знаете, только вниз по вашей генеалогии. Нельзя переводить деньги вверх по структуре, а также в параллельные структуры. Реферальная ссылка, Валерий, мы и Ульфат начинали с самого начала. Мы показали, какого типа у нас есть реферальные ссылки. Мы сейчас на этом уже не будем останавливаться. В ближайшее время, я думаю, что мы их разместим все-таки в личном кабинете по многим просьбам. Так, ну тут уже пошли вопросы. Что такое кнопка Upgrade? Ну, я это буквально 10 минут назад рассказывал. Последний раз быстро скажу. Upgrade – это, соответственно, Upgrade, чтобы купить новый пакет. Если вы являетесь Team Builder, вы можете нажать на кнопочку Upgrade и приобрести пакет Founder выше. Если у вас этой кнопочки нет, значит, вы имеете максимальный пакет Founder. Если вы партнер, то нажав на кнопку Upgrade, вами откроется несколько возможностей покупок. Это Team Builder, это Founder и, возможно, Upgrade до этих пакетов. Нет, при переводе с баланса ссылка на почту приходить не будет. Мы избавили вас от этого кошмара, потому что часто письма попадали в спам, соответственно, возникали проблемы, пошли обращения в техподдержку, мы восстанавливали вам эти ссылки, пароли. Теперь вам этого делать не нужно. Вам нужно подтверждать транзакции вашим паролем. Это тоже, я вас уверяю, безопасно. Ваши деньги никуда не потеряются. Но просьба контролировать каждый раз после посещения вашего личного кабинета о том, что вы нажали кнопку «Выйти». Пожалуйста, за этим тоже следите. Итак, на данный момент я показал все, что хотел показать. Ну и...